К нашему эфиру присоединяется представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник Назар Волошин. С ним мы обсудим, что сейчас происходит на Харьковском направлении, а также общую ситуацию на фронте. Добрый день. Доброго дня студия, доброго дня всем глядачам. Приветствую студию, приветствую всех зрителей. Мы говорим о том, что сейчас российские войска активизировали атаки на Харьковском направлении. Какая сейчас ситуация там? Ну и ситуация на этом направлении следующая. Сейчас все наступательные операции со стороны Российской Федерации ликвидированы силами обороны Украины. В нашем приоритете мы знали, что происходит. Вражеские силы наносили артиллерийские удары, также авиацию. Сейчас все ликвидировано. В районе Вовчанска, на севере, происходили штурмы, происходили боевые действия. Сейчас все атаки отбиты силами обороны Украины. Для усиления обороны на этом участке фронта было переброшено резервные силы. Также сейчас силы обороны сдерживают наступательные действия врага. Использует Россия на Харьковском направлении. Слышите, Назар, сколько военных сейчас использует Россия на Харьковском направлении? Какие силы она туда бросила и какую технику также используют там? Сейчас говорить про количество личного состава, которые сейчас задействованы на штурмовых действиях со стороны Российской Федерации. Пока что рано говорить. Официальная позиция такая. А вот касательно техники, уже как с открытых источников, уже видно с разных публикаций, что в свою очередь были задействованы со стороны Российской Федерации артиллерийские минометы, реактивные системы залпового огня. Конечно же, оружие пехоты и тяжелая техника. В естественном усилении натиска на этом направлении фронта или ситуация, она обыденная, как, впрочем, и перед этим? Я могу сказать лишь одно. Ситуация под контролем сил обороны Украины. Потому что именно на этом направлении. Скажу так. Сегодня сейчас делается все возможное для того, чтобы сдержать противника. Сейчас, конечно же, еще присутствует вражеское ИПСО, которое может посеять панику среди украинского общества. Но я вам говорю очень четко и конкретно, что ситуация под контролем. Возможно, так же, как и активных боевых действий пока что нету. Потому что вооруженные силы Украины и другие подразделения, они контролируют там ситуации. Сейчас россияне пытаются оттянуть наши подразделения на Харьковском направлении Харьковской области, но у них это не получается делать. И так же мы должны понимать, что мы сейчас имеем дело с вражескими ИПСО, цель которой – посеять панику в Украине. У России сейчас есть ресурсы для провокации в приграничных районах, но не для наступления на Харьков. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. Андрей Коваленко, предлагаю послушать прямую речь и обсудить. Эти действия предсказуемы. Ресурсы у врага есть для обострения на приграничной территории, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО в Телеграм. Вот как раз то, о чем вы говорили, да, и ПСО действует. Какую задачу ставит перед собой российская армия? Неужели они пойдут на Харьков? Смотрите, врага недооценивать нельзя. Что можно ждать от этой армии, от таких вражеских действий, пока что мы не знаем. И тут стоит оценивать все ситуации. Возможно, такие намерения со стороны Российской Федерации есть. Нельзя отбрасывать и эту позицию, это мнение. Но удастся ли им это сделать, пока что под вопросом. Но вооруженные силы Украины готовятся абсолютно до всех развитий событий. И мы, как силы обороны Украины, должны контролировать ситуацию и на этом направлении. И отказываться от того, что у врага может быть такая идея, касательно наступления на Харьков. Эту идею тоже отбрасывать нельзя, потому что вражеская армия таким образом пытается распорошить, в очередной раз подчеркну, ресурсы, которые на востоке Украины ведет вражеская армия. Они сейчас пытаются распорошить все ресурсы. По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 6 ракетных и 80 авиационных ударов. А также совершили 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме этого, захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины шахедами. Все 10 беспилотников уничтожили силы обороны. Также в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на фронте произошло 95 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Все российские атаки там были отбиты. Как и на Ореховском, Купенском, Новопавловском, Лиманском и Херсонском участках фронта. Украинские воины продолжают истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по радиолокационной станции, двум складам боеприпасов, средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника. За сутки, 9 мая, общие боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составляют ориентировочно 980 человек. Также враг потерял 5 танков, 35 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 2 средства противовоздушной обороны, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и 4 единицы специальной техники. Назар, на какие участки фронта сегодня следует нам обратить внимание? Какая ситуация в других районах, где кроме Харьковской области наступает враг? В нашей зоне ответственности по войскам Хортица это восточное направление, это Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления, где ведутся активные боевые действия врага. Сейчас спикер Генерального штаба уже сообщил количество штурмов, количество обстрелов на каждом направлении. Скажу так, что за прошлые сутки на Бахмутском направлении было отбито 21 атаку, до этого было 26 атак. На Лиманском направлении было тут немножко спокойней, отбили только 4 вражеских атаки, там враг таких активных действий не вел. На Авдеевском направлении было отбито 28 атак врага, в предыдущие сутки было более 40. Ну и также активное направление, это Новопавловское направление, там было 7 вражеских атак, прошлые сутки было 11, они все отбиты силами обороны Украины. Спасибо вам за это включение. Напомню, что с нами на связи был подполковник Назар Волошин, представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица. Субтитры создавал DimaTorzok